Канализационное болото образовалось прямо в подвале 29-го дома. Невыносимый запах разит за версту, а полная антисанитария грозит здоровью жильцов. С наступлением тепла запах обострится, а бактерии начнут усиленно размножаться, повышая риск заболеть. Две недели уже пытаются жители добиться от властей какого-то решения, но эта тема привела только к спорам. Ну как обычно, друг на друга все валят, короче, мы не обязаны, они обязаны. Нам как разобраться, нам как разобраться, простым жителям, которые с проблемами не можем, туда-сюда постоянно бегать или сводить их, кто виноват. Район был построен три года назад и по действующим правилам, через полгода после передачи на баланс администрации жильцы должны были создать ТСЖ. Здесь же этой структуры не оказалось. Как говорит представитель администрации Хаваш Тумгоев, им пришлось выставить обслуживание домов на аукцион, где тендер выиграла компания «Чистый мир». Значит, подвал до первого колодца занимается уборкой, вывозом, значит, если там пролила скалинизация, да, вот это вот всё, вода, не имеет значения. До первого колодца они обслуживают подвалы, вращение такое. С 1 ноября это было, значит, до компании «Чистый мир». Прорыв канализации случился вечером 13 февраля, а 21 числа состоялось совещание городской администрации с участием представителей «Чистого мира» о решении сложившейся проблемы. Но она не решена по сегодняшний день. Там с трубы вода выливалась. Я позвонил водоканалу, сказал, что там вода выливается, там забитый колодец. Они вот сказали, после двух придут, сделают. Я пришёл, после двух тут ничего не сделали. Опять позвонил, вот Магомед тут тоже был, он это всё видел, всё знает. Потом они пришли, посмотрели, там говорят, колодец не забитый. Я посмотрел, там колодец забитый был. Я им сказал, это ваша проблема, решайте, вот колодец забитый, пробейте и сделайте. Основать свой ТСЖ они пытались. Вот только администрация им отказала, ссылаясь на то, что дом ещё не заселён и не сдан. Пока они ждали, управление по обслуживанию домами передали «Чистому миру», у которых, по мнению жильцов, слишком уж завышенные тарифы. В каждом подъезде есть мусорная комната. В мусорной комнате стоит один бак, 240-литровый. Этот же бак вывозится, примерно, если я живу в частном секторе, вывоз одного бака два раза в неделю, расценки все одинаковые, 400 рублей. У нас же предлагают вывоз одного, того же самого, одного, 240-литрового бака, вывоз два раза в неделю по 400 рублей с каждой квартиры. Есть кто считать умеет? Теперь по всем подъездам расклеены листовки с требованием об оплате за услуги. В случае отказа набегает пеня. Сам прайс состоит из следующих сумм. Обслуживание домов стоит 14 рублей 50 копеек с каждого квадратного метра жилплощади владельца. Плюс вывоз мусора два раза в неделю 400 рублей в месяц. За уру, у которого многодетная семья и заработная плата 11 тысяч рублей, такая услуга обходится в 2,5 тысячи рублей ежемесячно. Мне проще снять квартиру где-то, жить тогда, ни о чем не заботясь. Это нереально. Какие-то надо нормальные какие-то рамки привести, эти цены, чтобы людям нормально жилось. Но жильцы могут отказаться от услуг, создав ТСЖ. Для этого им нужно набрать 51% голосов жителей дома. Но, как выяснилось, собственники жилья не против компаний, которые берут на себя обслуживание домов. Не устраивают их цены на услуги, которые равнозначны ценам в других регионах, где уровень жизни и доходы жителей выше, чем в Ингушетии. По их мнению, она должна быть снижена с учетом этой ситуации. А вопрос канализации администрация заверила, что решит. Канализация убрана, почти убрана. Мы сейчас позаботимся и уберем. А спецтехника нужна в течение этой недели. Сегодня-завтра связан так вопрос стоит.